У нас осталось 500 рублей на 2 дня, а такси до Гарли стоило 375 рублей, поэтому мы едем на автобусе. Мы доехали до этого прекрасного места, вот это гора, на которую мы хотим подняться, и я говорю, ну все, Саша вызывает такси, доедем до вершины. Вон такой, в смысле такси, типа туда можно подняться на машине, а вы посмотрите на эту гору, типа надо тут пешком подниматься, часа 3 точно. Такси отсюда до вершины горы стоило 600 рублей, 500 в одну сторону, а у нас уже стоило 450 рублей на 2 дня. А, типа, приехав сюда и подняться на эту гору, вообще тупо, потому что, ну мы только ради этого и ехали. Короче, мы встретили какую-то пару, мужчины и женщины, и они нам сказали, что мы пошли пешком, потому что мы молодые, всего лишь 4 километра в гору. Но, если мы никогда не поднимались в гору, то, наверное, вы думаете, что ничего страшного, просто я поднималась полтора километра и чуть-чуть не умерла. Вот. И ребята решили, что мы пойдем пешком. Ну ладно. Посмотрите на вот эту руку. Нам нужно забираться вот так вот так вот так. И примерно к закату мы пойдем. Как ощущение? Пришло? Отлично. Две минуты. Сначала наши пути. Ой, капец. Моя планета. Пахнет свободой ветра. Город затянуток дымом, что не видно небо. Руки сплетаются в узел в порыв безответности. Музыка нас не отпустит, но я хочу лишь твоим быть гарантом верности. Но ты пахнешь, как вино. Я хочу влюбляться ночью и признаться тебе в тексте. Мой самый фирменный почерк. Я блефую, может, правда, но тебе это на пользу. Ведь не так откровенности добавить ты учила блефовать. Жизненный пить и стал тебя убьет зимой. Я веселюсь как надо, но помни, что я минор. Таких, как ты, полно. Обычно, как ля-мажор. Я хочу свиться с твоей душой. Ты выше, чем атмосфера. Ты свежая ветра. Просто мы бедные студенты, которые едят дошек со стаканчиков. Кофе. А-а-а. Нет, все отлично. Профессор. А иногда так хочется ракетой стать и летать в поиски межзвезд нам таких же дураков. А иногда так хочется их найти, завести друзей и в итоге жениться на одной. Упекать от трехглазых дебилов с бурсетками. Жевать инородную швачку со вкусом луны. И верить тем, что космонадов нет. Но, о-о-о-о, так не будет никогда. Сиреневая вода, она слишком далеко. О-о-о-о, закатывай рукава. Невидимая рука поскользала мне, куда нужно петь в этом месте. Я нашел себя. А иногда так хочется побеждать там, где проиграл. Там, где не забрал свое. А иногда так хочется просто побежать. Я думал, кроме меня космонавтов нет. Короче, здесь историю расхреначили. Но самое прикольное в том, что последняя фраза звучит так. В 1953 году Крым передан под юрисдикцию Украины. Дальше история просто обрывается. Вот так. Классно? Очень вкусно. Классно? Рэй. Відео. Параба. Блгарта.